Я справедливость. Дай попить им мне. Он такой же преступник, как и я. Молчать на втором столбе. Дай попить ему. Так вот. Какие еще существуют реликвии? Есть еще Святой Потир. Часто свешивают со Святым Граалем. Но это немножко другое. Святой Потир, по легенде, это та чаша, из которой пил Христос во время Тайной Вечери. Находится этот Святой Потир в Испании, в Валенсии. И первое упоминание о нем, опять-таки, 14 век, 1399 год. Даже есть место первого упоминания, монастырь Сан-Хуан-де-Ла-Пене. Аахинские святыни. В городе Аахине, в музее, есть три колбы, в которых находятся одни из величайших святынь христианского мира. Это платье Святой Девы Марии, свивальники Христа, его повязка и саван Иоанна Крестителя. И впервые они были показаны в 1349 году. И есть некоторые свидетельства того, что в Аахине они оказались из Чехии. По крайней мере, реликварии для этих вещей были изготовлены в Праге в конце, опять-таки, того же 14 века. Далее. Терновый венец. Ну, к сожалению, о нем известно не очень много. Считается, что вот этот терновый венец, по крайней мере, основная его часть, находится в соборе Парижской Богоматери во Франции, в Париже. И прибыл он туда якобы из Византии. Еще одна очень важная вещь – это сударь Завьеда. Сударь его очень часто путают с саваном Христа, но на самом деле или его часто упоминают вместе с Туринской плащаницей. Сударь Завьеда – это такой платок, который накидывался на голову умершего. И вот считается, что вот этот вот самый сударь, этот платок, находится во Вьеда, в Испании. И вот здесь вот мы имеем дело как раз с исключением. Первое достоверное упоминание о нем XI век, конец XI века. Но дело в том, что документа из XI века у нас нет. У нас есть копия XIII века. Дженнис Беннетт, это имя исследователя, она исследовала как раз историю этого самого сударя Завьеда. И она в одном из интервью обмолвилась о том, что в середине XIV века испанский король очень хотел увидеть этот сударь, этот платок, но ему его не показали. Это середина XIV века. А впервые этот сударь Завьеда был явлен широкой публике в середине XVI века, 1547 год. Следующая реликвия – это хитон Христа. Он считается по легенде, согласно легенде, Дева Мария соткала одежду для младенца. И эта одежда якобы росла вместе с Христом. На эту реликвию претендуют два города – немецкий Триер и французский Аржантой. То есть обе высокие договаривающиеся стороны считают, что именно у них находится самый настоящий хитон, а вот то, что у конкурентов – это подделка. Ну, последний перл высоких сторон договаривающихся – это что оба хитона настоящие, оба неподдельные, и только в одном месте находится хитон не швенный, а во втором – обыкновенный. То есть, ну, вот так вот они договорились распределить. В любом случае, у тех и у других все аргументы, когда они спорят друг с другом, чей хитон старше, у обоих городов все аргументы закачиваются в конце XII века. То есть до этого момента они могут показать некую историю, неважно, как они это делают, может быть, они несколько лукавят. Но, тем не менее, до конца XII века они показывают эту историю, а дальше опять-таки пропасть, обрыв. Что Триер, что Аржантой – это два гальских города. В Кёнинском соборе, как известно, находится рака с мощами волхвов. Ну, считается, что собор начали строить в конце, в самом конце XII – начале XIII века, специально для того, чтобы поместить там раку с мощами волхвов. Тем не менее, установили ее в 1322 году. То есть это опять-таки мы уплываем плавно в XIV век. Не думаю, что нам стоит лезть на рожон. Похоже, этих галов нельзя победить. Нарезались волшебного зелья. Так слушайте же! Если мы говорим о галах, то нужно сказать несколько слов о той территории, которую сейчас почему-то никто не замечает. Вернее, о том явлении, которое любой желающий, на самом деле, при желании, может глядеть на европейских картах, но при этом почему-то о ней никто не пишет, никто не говорит. Как будто этого и не существует. Ведь в Европе существует гальский пояс. И если вы посмотрите на карту Европы, этот гальский пояс прекрасно виден. Он начинается в Португалии. Португалия. То есть как бы ее там не выводили из слова «кале», это все-таки Португалия. Это портовая Галлия. То есть это вход в Европу. Портовая Галлия. Дальше он плавно перетекает на север Испании в Галлисию. Опять-таки гальская территория. Далее идет Франция, Галлия. Тут уже ничего не сделаешь. Это просто Галлия основная. Далее этот гальский пояс идет через Швейцарию, которая гельветика, в общем-то. Это не Швейцария. Они сами пишут на своих монетах, что называются они гельветика. То есть опять-таки Галлия. Дальше этот пояс уходит частично в Италию. Частично он уходит в Германию. Там Галштиния. Опять-таки город Галли. Халли. Дальше огромнейшая территория идет Галиции. Галиция – это огромнейшая территория, которая попадает на территорию современных Австрии, Польши, частично Венгрии, Словакии, Украины, даже России. Огромный кусок Галиции. Дальше есть какие-то куски. Есть Влад Галлия. Дальше он идет на юг, в Турцию, где есть Галатия. И заканчивается в Галилее, на территории современного Израиля. На самом деле огромный, огромный гальский пояс. Когда говорят об этом гальском поясе, почему-то все ученые считают, что никакого отношения одна Галлия к другой не имеет. Вот как-то так получается у них, что ни одна из этих территорий родственными связями не страдает с другой. Более того, если вы, например, откроете словарь Фасмера, вы с удивлением узнаете, что Галиция и Галисия это, оказывается, разные слова. Что, оказывается, никакого отношения они друг к другу не имеют. Потому как, по мнению этимологов, наша Галиция выводится из города Галича, а город Галич выводится из слова Галка, оказывается. Вот такая вот традиция, видимо, у славян такая была называть город в честь Галок. И вот такой птицей Галкой, не путать с птицей Тройкой, Галиция несется по европейским просторам. В этом поясе жили кельты, в этом поясе жили славяне, в этом поясе жили германцы. Если вы посмотрите на это с языковой точки зрения, получится очень интересная вещь. Откуда вообще возникло слово Гал? Существуют разные варианты, существует там греческая версия, существует версия латинская, существует версия о том, что это самоназвание некое и так далее, и так далее. То есть они в записках о Гальской войне, галы упомянутые у Цезаря. Сири спасам парабеллум, хочешь мира, готовься к войне. Неплохо я все это придумал. А? Да. Что дано вам, не дано простым смертным. Что означает слово Гал на кельтском языке, ну, среднеирландском, например. Что значит слово Гал? Слава. Отсюда же, кстати, идет английское кол, звать, славить, да, и так далее, и так далее. То есть там много слов этого корня, они все достаточно очевидны. Рехнулись эти римляне. Почему символом Галли, почему символом Галли является петух? Нам говорят, а мы не ми. Нам говорят, ну, так случилось, что слово петух, по-латински, галус, да, и слово Гал, Галус, они вот совпали. И вот тупые Галлы, которые вообще ни в чем не разбирались, они сделали своим символом петуха, только потому, что вот такое вот созвучие было. Слово Галус, петух, и слово Голос, русское. Это слова родственные, что, в общем-то, очевидно. Если вы посмотрите там, какие-то древнерусские, словари древнерусского языка, или там старославянского, еще какие-то, вы увидите, что, посмотрите древние тексты, вы увидите, что, например, словом Голосовяк называли певчих птиц, в том числе и петухов. То есть, слова Голос и Галус, это слова родственные. То есть, их петух, родственные к нашему голосу. То есть, в общем, петуха-то и можно назвать голос, действительно. Что отличает эту птицу? Голос? Голос. Что такое Гал, как я уже сказал, на среднеирландском? Слава. В русском языке есть слово глаголить, да, которое происходит от Галоголить. Галогол. Собственно, глаголиться. Отсюда же. Галоголить. Отсюда же. Отсюда же на Гал. Это пароль в древнем русском. И так далее, и так далее. Очень много слов с этим корнем. Но если вы посмотрите, это корень-то сдвоенный. Гал-гал. Гол-гол. Вот он, этот корень. И получается, что люди Голоса, люди вот эти самые Галы, они же люди Славы. То есть, славяне. Одно слово является безусловной калькой другого. То есть, фактически, получается, что Галы, люди Голоса, это люди Слова. Люди глаголющие, галоголющие, люди говорящие, славяне, в отличие от людей неговорящих. Это люди, которых объединяло Слово. А вот какое Слово, это большой вопрос. Нужно понимать одну простую вещь, что славяне, славяне, между словом славянин и словом, например, русский, нельзя ставить знак равенства. И, когда мы говорим о русских, это не значит, что мы говорим о славянах. Когда мы говорим о, например, кельтах или там галах, которые, на мой взгляд, являются синонимом славян, мы говорим не о русских, мы говорим именно о славянах. То есть, мы должны понимать, что славяне, вполне возможно, вполне возможно, что славяне шли как раз с запада на восток, а не с востока на запад. То, что вся центральная Европа была славянской в средние века, это, в общем, ни для кого не секрет. Вся территория Германии современной, это, извините, сплошные славянские топонимы. Вы не найдете там практически ни одного немецкого топонима, который бы уходил в какую-то там седую древность. А Германия уже непосредственно граничит как раз той самой Галией, о которой идет речь. Поэтому ничего удивительного в том, что была языковая интерференция, нет. и ничего удивительного в том, что люди говорили на одном очень похожем каком-то языке, нет. Галы и славяне, то есть люди слова, это люди, находившиеся в одном языковом поле, по крайней мере, в очень близком. И на каком языке говорили те Галы из той самой Галии Галилеи, большой вопрос. «Как мило. Ты умеешь обращать женщин?» «Да. Мы Галы не такое можем, если хотим». И в этой связи я хочу одну интересную историю вам рассказать, рассказывать, что вот он поехал в Карпаты, там живет народ такой, лемки. И проходя мимо одного из домов в одной из деревень, он услышал, как вдова оплакивает мужа, громко оплакивает, со словами «ЛЕ-ЛЕ-ЛЕ-ЛЕ-ЛЕ-ЛЕ-МЕСЯ-ВОСТАНЫ». То есть «Боже, Боже, почему-то оставил меня». Это последние слова Христа на кресте, которые записаны и не переведены, вернее, не переведены, но интересно переведены. Они сначала дается основная фраза «ЭЛОИ-ЭЛОИ-ЛЕ-ЛЕ-ХЕ-ВОХТАНЫ». Вот как там записано. Дается основная фраза, а потом дается перевод якобы «Боже, Боже, почему-то оставил меня». А с какого языка перевод? А тут все четко. «ЛЕ-ЛЕ-ЛЕ-ЛЕ-ЛЕ-ЛЕ-ЛЕ-МЕСЯ-ВОСТАНЫ». «Боже, Боже, почему-то оставил меня». Приблизительно так же это будет звучать на болгарском, как ни странно. Там чуть-чуть будет отличаться, чуть-чуть будет фраза отличаться, но смысл будет тот же. «Боже, Боже, почему-то оставил меня». Иисус Христос, он же был на этом самом едином языке он и говорил, который сейчас мы называем славянским, который в древности мог называться как угодно, языком глагола, языком... Кстати, тогда понятно, почему, если говорили на едином вот этом языке, тогда становится понятно, откуда у французов знаменитое Римское Евангелие глаголическое. Ведь никто не может понять, почему вдруг, с чего французские короли чуть ли не до 16 века, вступая на царство, принимая королевство, почему они клялись на римском, принимали присягу на римском Евангелии, глаголическом. Почему? А если мы принимаем версию, что был некий единый язык, тогда становится понятно. По версии американских исследователей, вот тех самых, которые писали о Марии Магдалине как жене Христа, вот эта самая знаменитая книга «Святая кровь и святой Грааль», Бейджента, Ли и Линкольна, по мотивам, по украденным мотивам, Дэн Браун написал свой знаменитый код да Винчи. Это же достаточно известная гипотеза о том, что короли из династии Мировингов «В их жилах текла кровь Христа». И если это действительно так, если это действительно близко к истине, то вот эта концепция, что дело было в Галии, она объединяет все это. Этого допускать нельзя. То, что сейчас пытаются выдать за первоисточник Евангелий на арамейском или иврите, это просто смешно. Евангелие, вот реальные Евангелия, которые можно пощупать и которые можно посмотреть, они существуют. на греческом языке. Существуют на латыни вульгата, да, ее можно посмотреть, пожалуйста. Это действительно достаточно древний текст, как и греческий Евангелие. Существует старославянское Евангелие, существует глаголическое Евангелие старославянское, но текстов на арамейском никто никогда не видел. «Ты не всемогущий Бог! Ты черный Бог! проклинаю тебя!» Никаких традиций, связывавших Христа и апостолов с арамейским языком, с ивритом, их просто банально не существует. Вы можете найти какие-то там параллели между Ветхим Заветом и текстами на иврите, но это уже отдельная история, потому что Ветхий Завет это совершенно другая книга, которая даже по мнению традиционных исследователей могла быть написана после Евангелия. А что касается текста Евангелия и что касается вообще текста Писания, то этот текст, во-первых, он многократно переводился, многократно правился, неоднократно правился, он постоянно то его урезали, то его что-то добавляли. Вообще, если мы говорим о Евангелиях, то существует много Евангелий, существует то, что сейчас называется апокрифическими Евангелиями, которые были отсечены на каком-то этапе, но тем не менее они очень хитро отсечены, они отсечены-то отсечены, но они остались в церковной традиции, и ими пользуются, и они признаются текстами церковного предания, которое, как я уже говорил, имеет тот же вес, что и Писание, то есть Писание и предания равновесны. Есть Евангелие от Никодима, Евангелие от Иуды, существует Евангелие детства, и так далее, и так далее, их достаточно много, но если мы говорим, например, о том тексте Евангелия, который существует сейчас, канонический, то этот текст, он существует, вот есть греческая традиция, она понятна, откуда выходит, из чего, то есть можно проследить какую-то традицию, есть латинская традиция, есть славянская традиция, никакой арамейской традиции нет, более того, мы уже убеждались неоднократно, что, например, вот этот пример, например, с последними словами Христа, очень интересный пример, безумно интересный, я считаю, человеку надо памятник поставить, за то, что он нарыл, действительно, гениальная находка, просто гениальная находка, более того, как я уже сказал, имена в Евангелиях, очень много греческих имен, Андрей, Петр, сборщик подати, Матфей, да, как-то его так имя, очень интересно, такое у него имя, Матфей, сборщик подати, то есть мытарь, да, а вы не понимаете, что слово, что имя Матфей и слово мыт, они однокоренные, вообще-то, так интересно, да, это из какого же такого языка это говорящие имя пришло, Я вам расскажу еще интереснее историю, есть Евангелие, да, а есть еще Новый Завет, да, он состоит же не только из четырех канонических Евангелий, он состоит из некоторых других произведений, он, там есть еще Деяния апостолов, есть еще послания, кстати, если говорить, говорить об авторстве, об авторстве Нового Завета, да, даже сами церковники признают, что многие послания, например, того же апостола Павла, они написаны не апостолом Павлом, это, в общем, достаточно официальная информация, из 14 посланий апостола Павла, по крайней мере, шесть, абсолютно однозначно ему не принадлежат, абсолютно однозначно, то есть это либо какие-то ученики его, либо какие-то последователи, тем не менее эти тексты считаются каноническими, то есть парадоксальная вроде бы ситуация, с одной стороны мы знаем, что эти тексты абсолютно точно не принадлежат Павлу, с другой стороны они входят в канон, в дьянях апостолов, есть там такое интересное место, где говорится про синагогу либертинцев, они там поминаются, ежели я не ошибаюсь, в связи с казнью святого Стефана, но дело в том, что слово либертинец, это слово в 16 веке, придумал Жан Кальвин, и этим словом он заклеймил секту либертинцев, вернее, они не назывались либертинцы, они тогда с легкой руки Кальвина начали называться либертинцем, так вот, эти самые либертинцы, синагога либертинцев, это никакие невольноотпущенники первого века, вообще, какие вольноотпущенники, почему вольноотпущенники первого века вдруг называют себя либертинцами, а вот в 16 веке это вполне реальная вещь. То есть по этому показателю, по этому показателю мы можем очень легко понять, когда, до какого времени редактировались священные тексты. Даже не знаю, право, нужна ли кому эта жестокость. Нужна, наверное. Если мы говорим о евангельской Палестине, то вообще непонятно, на какой почве взросло там христианство. Отец Спасителя был плотником. Опять-таки мы возвращаемся к теме плотницкого ремесла и вопрос обработки дерева. Где, в какой части Айкумины есть нужда в плотниках. И о каких плотниках мы можем говорить в Назарете, в том городе, который сейчас принято называть Назарет. В кельтской традиции, в кельтской, точнее в гальской традиции, есть миф о боге по имени Езус, который был то ли дровосеком, то ли плотником, и который был повешен на дереве. Вот такая вот обтекаемая формулировка. Повешен на дереве. А что значит повешен на дереве? То ли распят, то ли действительно повешен. Опять-таки я говорю именно о Евангелиях. Я говорю именно о, скажем так, повествовательной части. О той части, в которой дается привязка к месту и времени. Я думаю, как раз крестовые походы сами по себе являются ответом на вопрос, где это происходило. Давайте сначала вспомним, откуда шли крестовые походы и кто был инициатором крестовых походов. Более того, давайте вспомним, что папский двор находился не только в Риме, но и в Виньоне. Более того, зачастую папский двор был, например, не в Виньоне, а был там же, где и папа. Потому что папе приходилось часто переезжать. Не все горели желанием его принять на своих землях. Здесь мы сталкиваемся с историей Ватикана. А история Ватикана, она, это ровно такой же миф, как и многие другие национальные истории. Ватикану необходимо было удлинить свою историю, поэтому и возникли все те папы, которые якобы сидели в Риме на Тибре. На самом деле, глубже, чем Авеньон, папский двор и не просматривается, папская канцелярия и не просматривается. Вполне возможно, что папы это явление, по крайней мере, изначально чисто гальское, чисто французское. Хотя есть мнение, что Ватикан это вообще испанский проект 15-16 веков. Ну, вот тот Ватикан, который мы сейчас знаем. Да, я люблю своих врагов, потому-то ты сам до сих пор еще жив. Это христианская любовь бескорыстна. И почему в крестовых походах не принимали участие рыцари из вполне благополучных в то время католических, заметим, Польши, Чехии, из Германии было очень мало рыцарей. Почему? Да вообще, практически, первый поход был по целикому полностью гальским. Я специально не говорю французским, потому что Иль-де-Франс, это была маленькая территория вокруг Парижа. А были различные гальские образования. То есть мы можем сколько угодно говорить, что это были французы, на самом деле это были галы. Их называли по-разному бретонцы, нормандцы и так далее, и так далее. Но, тем не менее, это все были рыцари с территории Галии. Так вот, первый крестовый поход в Галу. Почему именно оттуда и зачем в Иерусалим? Отвоевывать город через тысячу лет? Сомнительно. С точки зрения наживы, сомневаюсь, что они что-то там могли поймать. Были города гораздо более интересные на Ближнем Востоке, в которых можно было чем-то поживиться. Я полагаю, что крестовые походы, это как раз спецоперация по перенесению мест действия. Если они вообще были, крестовые походы, потому что история крестовых походов весьма-весьма туманна. И вообще не очень понятно, сколько их было, кто в них участвовал. Говорят о каких-то крестовых походах детей. Ты нужен мне в Иерусалиме. Так вот, если мы говорим о крестовых походах, и если мы принимаем, что крестовые походы были, во-первых, надо уточнить, когда они были. Потому что арабы, арабские источники говорят, что они воевали с франками. Паран, что с какими франками, тоже вопрос. Потому что, может быть, они воевали просто со свободными людьми, а не с французами. Что, в общем, ни одно и то же. Если же мы понимаем, что в крестовый поход шло рыцарство, и вполне определенное рыцарство, в общем-то, не самые последние люди тогдашней Галии отправились в крестовый поход, то вполне вероятно, что это была самая настоящая спецоперация, одна из первых спецопераций по созданию на территории нынешнего Израиля, на территории нынешней Палестины, некого миража. И тогда опять-таки все становится понятно, все становится в ряд. Почему они там так недолго были? Я думаю, что, учитывая степень подготовленности этих рыцарей, они совершенно спокойно могли там закрепиться и владеть этими территориями очень-очень долгое время. Несмотря на это, они с огромным трудом удерживали территорию якобы. Но с огромным трудом они могли удерживать территорию, если их было не так много. Во время крестового похода, собственно, и создавался миф о том, что все это происходило в той Галилее, в той Иудее. Вот на тех землях, не на территории Галлии, а на территории какой-то дальней земли. Чтобы было на кого показывать пальцем. Ну кому же охота быть ответственным за распятие Спасителя? Да еще и чтобы Папа сидел там же, где распяли Спасителя. Это ж кому такое понравится? Я думаю, что это связано как раз с историей Ватикана, с историей папства, с историей орденов. Церковь меня не примет. Церковь это дело рук людских. При слове церковь я вижу толпы фанатиков, рьяно рвущихся исполнять Божью воз. Те же тамплиеры, кто такие тамплиеры? Это менялы. Тамплиеры, это менялы. То есть это фактически некий аналог банковской системы. Да. Золото на все это дело. Если будет много, сдач мне. Соответственно, как-то нужно было двигать бизнес. Нужно было как-то все это продвигать. Как это можно продвигать, если у тебя клеймо на лбу. В общем, наверное, достаточно сложно. А если ты все это немножечко от себя отдалил, все гораздо проще. Тамплиеры, это некая претичь секретных обществ, которая занималась тем, что переводила стрелки. Новая история, это проект, условно говоря, 16 века, когда начали появляться национальные государства в современном понимании этого слова. Потому что о каких национальных государствах можно говорить до 16 века? Да фактически ни о каких. Территорий, если вы посмотрите старые карты, вы увидите, что есть название территорий неких общих. Есть там Франция, называется до 16 века Галлия. Вся Франция это Галлия. Скажем, на территории России находится Скифия или Тартария и так далее. То есть есть некие общие названия территорий. Я могу сколько угодно много привести фактов, но тем не менее есть традиция, сдвинуть которую даже на миллиметр очень сложно. Поэтому пока нет каких-то совершенно сумасшедших по своей силе доказательств, по крайней мере для людей, которые это читают, слушают и так далее. До тех пор это будет оставаться именно версией. Мне кажется, ну лично мне кажется, да, и там людям, с которыми я общаюсь, нам кажется, что эта версия достаточно убедительна. То есть можно было бы говорить сколько угодно долго, я бы мог совершенно удивительные факты приводить, например, о том, что гора Монсигюр, знаменитая, да, это отдельная тема, Катара, это вообще отдельная тема, кстати, тема, почему был крестовый поход против катаров. Так вот, гора Монсигюр, как раньше называлась? Она называлась Фавор. Так, на секундочку, да? Та самая гора Фавор. Более того, я говорил о том, что, да, там существует река Иордан, Иридан, она до сих пор, как бы, это река По и кусок Роны. Существует масса других топонев, о которых я даже просто не сказал. Там есть гиень, да, сопоставив которую с гиеной огненной, вы поймете, что это очень брызг. Или там, если вы посмотрите, то гора Сион, она, между прочим, до сих пор существует. На границе, в департаменте Верхняя Савоя, во Франции, да, на границе Франции и Швейцарии. Та гора до сих пор существует. Город Сион, современный, швейцарский. Все его знают. Никто просто не связывает его с этими событиями. Более того, вот, если кому-то интересно, можете посмотреть, как раньше называлось Женевское озеро. И имеет ли оно какое-то отношение к озеру Генесарет. Ну, то есть, на самом деле, библейская топонимика, она рассыпана по всей территории Галии и частично затрагивает современную территорию Испании, Иберии, Иверии, как угодно ее назовите. И частично немножечко заходит в Северную Италию, но опять-таки это гальские территории. Более того, если вы, например, посмотрите, да, там по Евангелиям Христос три года ходил, проповедовал. Хороший вопрос. Где можно три года проповедовать в Израиле? Еще хороший вопрос, откуда такая разборчивость в вине, например, да? Если вы помните сцена в Кане Галилейской, когда на свадебном пире Христос попритворяет воду в вино. Если вы помните, там очень интересно, там распорядитель пира говорит хозяину о том, что обычно сначала дают хорошее вино, а потом дают все, что угодно. А ты-то хорошее вино-припас на самый конец пир, редкость большая. Это к вопросу о винодельческой культуре и к вопросу о том, какая там винодельческая культура была в Древнем Израиле. Сейчас она есть. Нужно очень твердо понимать, откуда она там есть. Потому что вся теперешняя израильская винодельческая культура – это Ротшильды, 19 век. Там действительно сейчас есть потрясающие виноградники. Действительно есть очень вкусные вины. Но практически все эти виноградники – это Ротшильды, 19 век. А французское виноделье имеет многовековые традиции. Если люди на пире, говорят, еще умеют различать, какие там вина, какие лучше, какие хуже, еще по степени сохранности надо посмотреть, могли ли в Израиле так хранить вина. О каком виноделии может идти речь на территории, таком глубоком виноделии, при котором люди еще понимают, вот это вино лучше, а это хуже. Тоже хороший вопрос. В одном ряду с плотником, с деревом и так далее. На самом деле этих вопросов масса. У Фоменко тоже достаточно интересная версия. Но опять-таки тот же Фоменко упоминает Южную Францию и город Канны в связи с Христом. Он говорит, что одно из чудес могло происходить как раз в городе Канны, то есть во Франции. А Иерусалимом он читает при этом Константинополь. В этом случае нужно каким-то образом объяснить, каким образом Гальское море оказалось вдруг Средиземным. И нет ответа на вопрос, на каких именно территориях проповедовал Христос. Кроме того, давайте вспомним, что на территории современной Турции или там на территории Византии христианство, оно безусловно имеет очень глубокие корни. Но тем не менее, даже при том, что там глубокие корни и весьма почтительное отношение до сих пор к христианским святыням, евангельская топонимика в таком объеме, как в Галлии Франции, не сохранилась. Конечно, можно сказать, что что-то там было утеряно, что-то не заметили, на что-то не обратили внимания и так далее. Во Франции, во Франции мы имеем, на территории современной Франции, Галлии, мы имеем некую квинтэссенцию, какой-то некий продукт, который мы практически уже можем потрогать. Вот смотрите, здесь все достаточно компактно, все согласовывается очень хорошо с апокрифами и с писанием, что, кстати, тоже редкость, чтобы согласовывалась система с другим, потому что, если вы перенесете место действия в Палестину, то у вас будет много разночтений между писанием и апокрифом. Здесь сближаются апокрифы и писания, сближаются традиции. Версия Фоменко и Носовского, она, безусловно, заслуживает внимания и обсуждения. И, кроме того, Фоменко как раз одним из первых привлек внимание к этой проблеме. Фоменко, как и Морозов, как и Постников, как и Кеслер, как и многие другие талантливые исследователи провели огромную работу, и они нашли очень много интересной, важной, нужной и, не побоюсь этого бранного слова, эксклюзивной информации. Очень важный момент в их исследованиях — это датировки, когда они двигают все это ближе к нашему времени, то есть, скажем, в XII, XIII, XIV век. С этим можно согласиться. И, действительно, если вы двигаете это по времени, вы понимаете, что никаких других препятствий, в общем-то, у вас нет. Я призываю всех, кому это интересно, читать, безусловно, Фоменко, даже при том неоднозначном отношении к нему, которое существует, даже если одна сотая из того, что говорит Фоменко, правда, это революция. На самом деле, я с огромным уважением отношусь ко всем, кто ищет, кто пытается искать, даже делая какие-то ошибки и спотыкаясь, идет к чему-то. Это гораздо интереснее и, на мой взгляд, правильнее, чем просто сидеть на стуле и заниматься благоискательством. Понятно, что любой летописец, любой историк, там, XIX, XVIII, XVII века, писал ровно так же, под диктовку, ровно так же по заказу, как и делают это современные барзописцы. То есть, ничего не меняется. Но почему-то считается, что вот древним летописцам, древним историкам нужно верить безоговорочно. И если написано, что там в таком-то веке или в таком-то году что-то, такой-то там князь, граф, король, неважно, сделал то-то и то-то, значит, так оно и было. Почему-то при этом совершенно не принимается внимания, что всегда есть интересанты, всегда есть те люди, для которых это пишется. Зачем вообще создавались все эти хроники? Зачем все создавались эти летописи? Зачем? Для кого? Где? В каких условиях? Давайте отмотаем пленочку, и мы поймем, что все летописи, вся история, любые, там, те же самые документы, которые сейчас принято называть доказательствами 100%, они фабриковались всегда, в любую эпоху, подделывались. Более того, с 16 века существует такой бизнес, как антикварный бизнес, который имеет свое лобби, который готов, не знаю, там, забросать тухлыми помидорами и Фоменко, и Кеслера, и всех остальных сомневающихся в древности артефактов в античности, в том, что какие-то вещи были созданы в античную эпоху. Попробуйте, повоюйте с этим лобби. И это только один из примеров в том, чтобы удревнить историю, и в том, чтобы подсветить ее с нужной стороны, заинтересовано огромное количество людей. Причем людей властимущих, да, людей, которые, скажем так, не остановятся ни перед чем. Нужно подходить критически ко всем источникам. С этой точки зрения я всегда подхожу к истории. И для меня вообще очень интересна была эпоха, эпоха начального христианства, и очень интересна была эпоха средневековой Европы. Когда я начал читать, сопоставлять, я понял, что одно неотделимо от другого. Я искренне надеюсь, что не затронул ничьих религиозных чувств. Это, во-первых. Еще раз хочу это повторить, потому что я сам с огромным уважением отношусь к людям верующим. Но при этом считаю, что вопросы веры и географии можно совершенно спокойно разделить. Надеюсь, что кто-то узнал для себя что-то новое. И, может быть, сам начнет читать больше на эту тему. Найдет еще что-то интересное, до чего я не дошел. И, может быть, убедит меня в том, что я не прав. В том, что эти события происходили еще где-то. В общем, где-то так. Как можно так подло себя вести? И главное, если с этой минуты ты произнесешь хотя бы одно слово, заговоришь с кем-нибудь, берегись меня. Аспиринус, готовьте войска к атаке. Да поживее. Антивирус. Меня зовут Антивирус. Как? Смахну рукой! Зачем ты так? Сам не знаю. Рефлекс? Горный орел Клопу не товарищ. Что? Ну, птица такая, орел. Не товарищ Клопу. Он ему враг. Что там делают Клеопатра и Сезам? Цезарь. Цезарь. Просто мне послышалось осел Клопу не опарыш. Я еще подумал, что за бред. Дуй, Амстериксм! Дуй! Субтитры сделал DimaTorzok